И снова привет, вы на бойцовском канале в ударе. Перед началом просмотра хотел бы поблагодарить каждого, кто уже подписался на наш канал. Если вы еще не подписаны, то будьте добры, нажмите на кнопочку подписаться. Видео здесь у нас выходит абсолютно каждый день. И только в таком случае вы точно ничего не пропустите. К тому же у нас есть цель набрать 2000 подписчиков до конца этого месяца. Осталось буквально неделя. Я уверен, что у нас все получится. Огромное спасибо за поддержку, ну а мы начинаем. Артур Бетербеев проведет защиту поясов WBC, IBF и WBO в поединке против британца Колумба Смита. Бой пройдет 19 августа или 20 августа по московскому времени в канале. В прямом эфире ивент покажет стриминговая платформа ESPN+. Бой начнется ближе к часу ночи по Москве 20 августа. Оформив очередной нокаут в бою против Антони Ярда, Артур Бетербиев окончательно успокоил всех скептиков и готов провести еще одну достойную защиту. Колумб тоже мог провести легендарную для себя защиту пояса суперчемпиона мира по версии WBA. Но, к сожалению, на его пути встал непоколебимый Сауль Альварес, забравший бой в одну калитку. На стороне британца серьезное преимущество в размахе рук и росте. Однако Артур умеет сокращать дистанцию и довольно часто встречался с рослыми оппонентами. Небольшая статистика. У Бетербиева 19 боев против 30 у Смита. 19 побед у Артура, в то время как у Смита 29. Чемпион по трем версиям идет без поражений, ну а у Смита одно от Сауля Альвареса. Рост 182 у Артура и 191 сантиметр у Смита. Размах рук 185 у Артура и 198 у Смита. Артуру Бетербиеву 38 лет, в то время как Калубу Смиту 33 года. Последним, кто смог хоть чуть-чуть напрячь Артура, стал Энтони Ярд. Британец был уверен, что еще парочка сближений и он сможет шокировать всех. Вот только Артур всего за секунду перевернул несколько подобных выпадов и благодаря своему феноменальному стилю заставил угол Ярда буквально просить судью остановить бой. Смит куда более точный и грамотный боксер, который наверняка не станет рисковать, падая в размены. Но и у Артура все еще есть несколько заготовок для такого противника. Для Калума этот бой может стать повторением поединка против Альвареса. Жесткий, точный, терпеливый и чрезвычайно стойкий Бетербиев будет постепенно сближаться. И не даст Смиту проводить серии боковых. Кроме того, Артур явно переживет большинство атак британца без последствий. Бетербиев также способен лишить Смита подвижности за счет своих апперкотов и боковых по корпусу. Торопиться Артуру некуда. Пожалуй, Смита смело можно назвать одним из самых технически развитых соперников. Но хватит ли у него сил выдержать 12-раундовый воединок? Бой с Альваресом все еще остается самым значимым событием в карьере британца. Столкнувшись с невероятно выносливым и сильным панчером, он впервые сдался еще к середине отрезка. Попросту не понимая, как срубить противника или заработать хоть какие-то очки. Беспощадный мир бокса диктует свои условия. Нужна крепкая голова, отточенная техника и коренастое телосложение. У Смита из всего этого была только лишь крепкая голова. Бой с Артуром – это самый важный экзамен, который может либо снова открыть перед британцем двери топ-боев, либо окончательно прописать его в карде средняков и трамплинов. В принципе, Артур Вятербиев не считал Колумба Смита приоритетным претендентом. Глава WGBC сказал, что Смит обязательный претендент. Но у меня три пояса, которые я должен защищать. Наша единственная цель – Дмитрий Бивол. Нам нужен четвертый пояс. Это все, чего нам не хватает. Мы попросим до пранка вести переговоры и посмотрим, что из этого выйдет. Так же высказался тренер Артура Вятербиева Марк Рэмди. Ну а сам же Артур Вятербиев высказался о бои с Кэлумом Смитом. Я начал свой тренировочный лагерь и буду готов не только защитить свои пояса, но и устроить впечатляющее шоу. Когда ты чемпион мира, все хотят ухватиться за возможность забрать твой пояс. Особенно в моем случае, когда на кону стоит три титула. Вот такие вот новости на сегодня. Пишите в комменты, что вы обо всем этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был канал ВУДАРе. Если выпуск понравился, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал.